Итак, сегодня секретная тема. Самая сокровенная тема. Тут уже завершается это учение, если читание Махпрабху. И сегодня речь пойдет о «Чистой любви к Кришне», 29 глава. Вдохновляемый Господом читаний, Роман Андрай сказал, что преданные, которые находятся с Кришной в дружеских отношениях, занимают еще более высокое трансцендентное положение, чем те, кто относится к Нему как к своему Господину. Это объясняется тем, что, когда у преданного усиливается привязанность к Кришне, чувство страха перед Верховным Господом и сознание Его превосходства сходит на нет. Отношения с Господом становятся более доверительными. Это называется дружба. Находясь с Господом Кришной в дружеских отношениях, преданные ощущают себя равными Ему. В связи с этим Роман Андрай привел замечательный стих из Шриманбхагава, 10, 12, 11. Произнесенный Жукадевык с вами. Когда он рассказывал о том, как Господь Кришна решил позавтракать с друзьями в лесу. Господь Кришна и его друзья, придя в лес вместе, со своими телятами стали играть. В этом стихе говорится, что мальчики, сопровождавшие Кришну, наслаждались трансцендентными дружескими отношениями с Верховным Господом, которого великие мудрецы считают безличным Романом, преданным находящимся на стороне услуги Верховной Личности Бога, а не с ведущими людьми обычным человеком. Господу читанию очень понравилось это утверждение. И все же он попросил, поведая о еще более возвышенных отношениях. В ответ Романан Дарай сказал, что еще более высокое трансцендентное положение занимают те, кто относится к Кришне как к своему ребенку. По мере усиления привязанности к Кришне, дружеские отношения перерастают в отношения родителей и сына. Говоря о таких отношениях, Романан Дарай привел стих из Шриман Бхагаватам 10.8.46, в котором Махараджа Парикшит спрашивает уже Кадевы Госвами, какие праведные поступки совершила Ешода, мать Кришны, что Сам Верховный Господь стал называть ее мамой и пить молоко из ее груди. Он также процитировал другой стих из Шриман Бхагавата 10.9.20, где сказано, что милость, которую Ешода, супруга-пастуха Нанды, получила от Верховной Личности Бога не сравненно большей той милости, которой удостоились Брама, первосотворенное живое существо или Господь Шива, или даже богиня Протцветания Лакшми, всегда пребывающая на груди Господа Вишну. Господь Штания попросил Романа Дарая продолжать, чтобы тот перешел к описанию супружеской любви. Поняв, что хочет услышать от него Господь Штания, Романа Дарая сразу ответил, что высочайшее отношение с Кришной – это, конечно же, супружеская любовь. Иначе говоря, в ходе развития сокровенных взаимоотношений живого существа с Кришной, обычные представления о Боге, Верховной Личности, перерастают в отношения слуги, господина. Когда эти отношения становятся доверительными, они превращаются в дружбу. При дальнейшем развитии отношений с Кришной, преданный начинает заботиться о Нем, как о своем ребенке. А когда любовь и привязанность к Верховной Личности Бога достигают всей полноты, это называется супружеской любовью. Роман Дарая привел еще один стих из Шриман Бхагаватам 10.47.60, в котором утверждается, что «Трансцендентный экстаз, охвативший гопи во время их танца раса с Кришной, неведом даже богини процветания, всегда пребывающей на груди Господа в Духовном Царстве. А что могут знать о таких чувствах обычные женщины?» Затем Роман Дарая писал процесс постепенного развития чьей-то любви к Кришне. Он отметил, что те, основанные на любви и отношениях, которыми живое существо связано с Верховной Личностью Бога, являются для него самыми подходящими. Тем не менее, среди таких отношений есть определенная градация. Сначала отношения с Верховным Господом, это отношения к слуги Господина. Развиваясь, эти отношения перестают в дружбу, в любовь родителей к своему ребенку и супружескую любовь. Те индивидуальные отношения, в которых преданный находится с Верховной Личностью Бога, являются для него наилучшими. Однако, изучив различные оттенки трансцендентного вкуса во взаимоотношениях с Верховным Господом, можно понять, что нейтральные отношения на уровне Брама-Бхуты – это начальная ступень. В лучшем положении находятся те, кто считает Бога своим господином, а себя его слугой на еще более высоком уровне. Живое существо считает себя другом, Верховного Господа. Еще выше отношения к Господу, как к своему ребенку, а вершиной взаимоотношений с Господом является супружеская любовь. Другими словами, осознание себя, как слуги Господа, безусловно, трансцендентно. Но когда к этому добавляются дружеские чувства, отношения углубляются. По мере усиления привязанности к Господу, дружеские отношения к Нему передоставят в родительскую заботу и супружескую любовь. Роман Адарай произнес стих, который впоследствии был включен в актер Самрита Синду, 2.5.38, где говорится, что все формы духовной привязанности к Богу трансцендентны, но у каждого преданного есть склонность к определенным отношениям с Господом, и эти отношения доставляют преданному больше удовольствия, чем какие-либо другие. То есть, с точки зрения иерархии, какие-то расы более обогащенные, какие-то менее обогащенные. Поэтому обычный рассудок решает, мне нужна самая обогащенная раса. Естественно, так, человек склонен. Но здесь говорится, нет, такого не случается. Тем не менее, каждый выбирает свои отношения и считает их наилучшими из этих пяти. Интересный момент. Другое объяснение этому. Что на абсолютном уровне нет разницы между плохим и хорошим. Там не существует на самом деле такой иерархии, как в материальном мире. Почему? Почему вопрос. Те, кто обладает расой ниже, удовлетворены этой расой, видя, что есть более высокие расы. В реальной мере это трудно представить. Если кто-то имеет какое-то количество денег и видит, что у кого-то их больше, он не считает, так же разбогателить больше. Или стать еще красивее, или стать еще умнее. То есть называется прогресс, как-то эволюция. То есть по-разному ученые говорят об этом. Это в крови живого существа, любого. Завидовать и хотеть того, что у меня нет, и что есть у других. Но в духовном мире этого не происходит. Почему? Почему они удовлетворяются? Потому что есть служение. Те, кто обогащен расой больше, они служат тем, кто обогащен расой меньше. И так разница практически устраняется. В служении разницы нет. По факту есть. Если мы говорим о расах, более приближенных Господа, мы видим такую разницу, что есть гопи, которые ближе. Ишода, например, она не может войти в расалилу. И не хочет. Ей-то не нужно совершенно. Она абсолютно удовлетворена. Служение кришну родительской расе. Но тем не менее она получает милость Радхарани огромную. Огромную. Для нее Радхарани тоже дочь. Эти расы связаны с служением. В этом смысле между ними разницы нет никакой. Поэтому иногда говорится так, представляется вот эта тема, что есть только одна раса в духовном мире, супружеская раса. Параки и расы. Все остальные расы служат этой расе. Они связаны с ней. С этой одной лишь параки. Все участвуют в параке и расе. Это брендавы. Что такое параки и расы? Это отношение вне закона. Но есть супружеские отношения вне закона, мы знаем. Но и дружеские отношения с Богом вне закона. По закону какой он друг? Он выше всех. По закону только слуга и господин. Остальные вне закона. И таким образом мы видим, что эта параки и раса распространена во Вриндаване в наившей степени. Все они считаются параки и расой. Все, что во Вриндаване происходит. Даже слуги во Вриндаване служат параки и расе. Все равно это связано с параки и расе. Больше никому ничему. Поэтому как бы все наслаждаются в равной степени во взаимоотношениях. Как, например, в духовном смысле, если мы общаемся с более опытными вайшнавами, мы разделяем их в торцы нетный вкус. Приезжают такие вайшнавы, как Ниранжи Саэм, мы говорим, дайте нам вашу милость. Спойте киртану. Этот экстаз, который имеет духовный учител, распространяется на всех. Тот же самый. В служении духовному учителю мы испытываем то же самое счастье, которое испытывает он. И при этом, обмене, счастье взаимно еще увеличивается. Поэтому гуру думают, что по милости преданных киртан получился, а преданных думают, что по милости махараджи преданных получился. Взаимно. Взаимное служение существует. Ачиньте пьеда пьеда татва. Об этом и говорит Господь Читание Махаправу. Но с материальной точки зрения, каждый хочет быть на вершине иерархии. По сути, каждый хочет знать место Радхарани или Кришна в этом месте. Поэтому здесь Прабхупада говорит, что преданный именно выбирает свою сварупу и не собирается ее менять. Потому что это его служение. В этом его вечный вкус служения. Такие трансцендентные отношения с Верховным Господом невозможно установить путем измышлений. Как это пытаются делать псевдопреданные? Рупа Госвами подчеркивает Бахирасамрита Синду, что преданное служение, которое не основывается на принципах, изложенных в ведических писаниях, является неприемлемым. По существованию. Не следует доверять ни псевдопреданным, которые сочиняют песни о Господе Читании, ни тем, для кого проведение религиозных обрядов или декламирование священных писаний является источником дохода. Нельзя оставить человека, который не следует принципам панчаратры, или является имперсоналистом, или привязан к сексу, на один уровень с преданными, посвятившими свою жизнь служению Кришне. Чистый преданный, который всегда действует в сознании Кришны, способен пожертвовать всем ради служения Господу. Тот, кто посвятил свою жизнь служению Господу Читании, Кришне и духовному учителю, руководствуется правилами, установленными для семейных людей, либо для тех последователей Читании Махапрабу, которые отреклись от мира, является преданным, и его нельзя приравнивать к тем, кто относится к преданному служению как способу зарабатывания денег. Итак, Прабхупада хотел, чтобы мы посвятили свою жизнь служению Господу Читании, Господу Кришне, духовному учителю. Почему так уверенно об этом говорит Прабхупада? Потому что он сам сделал это. И, конечно же, Ачарья, только Ачарья может знать, какое это принесет благо живому существу, такое служение. Он настойчиво проповедует чистое, преданное, любовное служение. Здесь приводят примеры, потому что любыми вещами в этом мире люди могут торговать как-то, как-то использовать для того, чтобы получать какой-то доход, прибыль, деньги, славу, последователей. Это псевдо-служение. Настоящее служение бескорыстно, непрерывно. Не прерывается ни при каких обстоятельствах, и оно бескорыстно. Заплатит ему или не заплатит, он не прерывает свое служение. И Прабхупада на собственном примере, так уж Кришну устроил, что мы находим все эти примеры в жизни Прабхупады. Прабхупад Любый пережил все трудности, которые возможны были для человека. Самое невероятное, это то, что он в 70 лет уже начал проповедь по всему миру. Самое невероятное, что вообще может произойти с человеком. До этого 10 лет Прабхупада жил в Индии, в отречении. С 59-го года, в 59-м году принял Саньясму. До этого он был в Бабаджи. Семей нужно раньше оставил. И в течение 10 лет он был в одиночестве. И он Прабхупада распространялся на Кришне, издавая газеты. И мечтаю было бы, как-то год издавать то, что хотел его духовный учитель, журнал. Но не было ни последователей, ни денег. Но был один. Поэтому он сам собирал пожертвования на эти газеты какие-то. Сам писал статьи. Сам потом шел в издательство, заказывал какой-то тираж небольшой, насколько он мог это сделать. И сам же потом продавал по улице. Получал просто копейки, на которые, собственно, жить полноценно было невозможно. 10 лет. Он просто скитался по улицам, и люди уже многие сострадали ему, Бабаджи. Ну, зачем вы этим занимаетесь? Только себя мучаете. Однажды баннула корова, говорится, там, в бок, врагами. Он приезжал целый день на обочине дороги. Я чем восстановился. Однажды был солнечный удар, в руках появилось сознание на улице. И один человек, который продавал там какой-то бокалейный, не знаю, лавка у него была. Он сказал, почему вы так мучаете? Вы же видите, что никому это не нужно, то, что вы распространяете. Никто же не интересуется духовным знанием. Все смотрят на запад. Пропадоба, ну, он мне дает хорошее наставление, это гуру говорит через него. На запад. Но гурумаграджим то же самое. На запад надо ехать. Через 10 лет неудач каждый день он собрался проповедовать по всему миру. Это вот агайтукия прати гата и атмосу прати до диетов. Подтверждается в Бхагаву, что чистое, преданное служение, невозможно остановить никакими материальными обстоятельствами. И вот Пропадоба дал такие примеры с самого начала. Еще с детства он уже в 5 лет провел радхаятру. Удивительную причем. 5-летний ребенок. Никто не поверил в гормагануде, что это сделало сын. 5-летний ребенок, грандиозный, там, колесни из-за, там, ну все. Все правила были соблюдены. Божества Хиртана, Пассаатра, раздавали дети по всему кварталу. Он настолько был, загорелся энтузиазм провести радхаятру, что взрослые помогали ему строить колесницу. И когда они ее провели, все упрекнули его отца, ты устраиваешь праздник большой и нас не приглашаешь. Почему? Мы же рядом живем. И ты не сделал никакого объявления, никаких приглашений. Устроил праздник. Он говорит, я ничего не устраивал. Сын 5-летний указал на ребенка. Говорит, ну так мы тебе и поверили. Никто в это не поверил. И когда он уже стал более-менее взрослеть, прабхупады, ну, около южского возраста, мне кажется, отец его подарил ему особый подарок на день рождения. Сколько лет гадаешь, что я тебе подарил? Прабхупад сразу понял, это Радха Гавинда. Давно мечтал об этом. Он говорит, нет, когда ты вырастешь, я тебе подарю тебе божество. И наконец это время пришло, и прабхупады как бы ждал это все. Но когда он пошел в колледж, не было времени у него поклоняться божествам должным образом, он их уступил в коробочке. Он был всегда занят, 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 там целыми днями учить, нужно туда ходить, сюда. Много мероприятий. Но одну ночь у божества приселились и сказали, что не скучают. Прабхупада проснулся в слезах, у него божества я больше никогда не откладывал. И когда вас спросили, прабхупада, с какого общего возраста вы создаёте Кришну? С пятилетнего возраста я создаю Кришну. Постоянно, всю жизнь. Итак, Кришна повел через океан атлантический, в никуда, в неведомую страну, Америку. Кто-то скажет, что я давно мечтаю в Америку. Для западных людей, мне кажется, они думают, что это рай. Можете поехать посмотреть, какой там рай. Для преданных. Для материалистов, может быть, там есть возможность быть богатым, жить в комфорте, что они считают райом. Но для преданного это наказание жить в такие города, как Нью-Йорк. Это серьёзное испытание вообще. Никто добровольно не согласится всю жизнь прожить в Нью-Йорке и заниматься преданным служением в той цивилизации, материальной цивилизации. Столицу Калиюги назвали в Нью-Йорке. Пропадает житель Вриндавана с этой пхавой, возвышенной, едет в эту помойку. Но с духовной точки зрения. Цивилизация развита материально, очень сильно, могу я напередавая. Но с точки зрения духовных качеств, люди все падшие, и все алкоголики, мецоеды и прочее, 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 прочее. Это безумный, 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 безумный мир. Они сами об этом говорят иногда. Мир с ума сошёл от этих денег, и все отца стали жестокими, и всё это развивается в этом направлении стремительно. Люди всё более и более жестокосердные становятся. И Пропада приезжает им на эти жестокие сердца, агатя любви к Кришне. О господи читании, танцующем святое имя, воспевающем святое имена, и плачущем в экстазе. И сначала никто не понимает его вообще. Он живёт в какой-то гостинице, он ходит к доктору Мишли, который имперсоналист, йогу преподает. Пропада не знает, где ещё найти аудиторию, и Миша предоставляет ему аудиторию только для Киртана. Проповедователям не позволяет практик. Имперсонально. Пропада даёт Киртан, а лекцию даёт доктор Мишли. Он отвечает на машинке у себя в комнате, комментариях, шима-два года там продолжает. Люди приходят послушать его иногда в общежитии. Думают, ну интересно, индийская культура такова. Но никто не принимает на свой счёт вообще, что он говорит. Никому не удомёк, что это нужно делать в Америке. Ну, в Индии так делают. Ну, интересно, да, это немножко несколько человек приходит. В конце концов, Кришна делает следующий шаг. Входная дверь в общежитию Пропады. Над ней вот такая стеклянная оконца. Кто-то вынул стекло, залез из комнаты, украл пишущую машинку Пропады. Никакое сбережение, что были, какие-то выкрали. Пропаду, потому что нужно съезжать в этой гостинице, в общежитии. В общем, так он оказался в Нижнем Нью-Йорке. Без денег, без поддержки, саду, духовный учитель. Последний Батистан, сразу брать, и последний. То есть сейчас мы понимаем цену Пропады. Тогда он просто оказался на улице Нью-Йорка, и некуда было идти. Оказался в Нижнем районе Нью-Йорка, хиппи. И это был как Пан Кришни. Эти люди искали духовного учителя, на самом деле. Это была единственная часть американцев, которые искали абсолютную истину. Они отреклись от этой цивилизации. У них были разные люди, хулиганы, сумасшедшие, преступники, проститутки, наркоманы. Но также, собственно говоря, зародилось это движение, потому что они были неудовлетворены материальным существованием, искали более высокий смысл жизни. И все они были в полном грехе, отказавшись вообще от каких-то правил предписаний этой цивилизации. Они просто падали. Это был Саправпада и Надежда. Они искали духовного учителя, на самом деле. В этих поисках они спотыкались и падали вниз. То есть на это нужна была решимость, конечно же. Это были люди решительные, молодые. Могли бросить вызов всему обществу материалистическому, богатым людям, отказались от своих наследств. Они же были наследниками родителей, они отказывались, они уходили, хиповали. Но они просто не имели никаких знаний. А природы были очень искренними, но просто не имели знаний и стали очень грязными, несчастными. Китайцами. И Пропаду возглавил движение хиппи. Основатель Ачария. Рамачандра возглавил армию обезьян. Какие проблемы? Если кто-то уполномочен, он может возглавить армию хиппи и победить целый мир. Мир зажительственных людей, ученых. Эти люди наркоманы и не могли понять ни науки толком, ни денег не имели. И Пропаду возглавляет армию хиппи и распространяет по всему миру. Харе Кришна. Давай им экстаз. Любви к Богу. Все эти вещи, о которых он здесь пишет, он пережил. Это не философский трактат доморощенного ученого. Это абсолютно реализованное знание. Тот, кто полностью избавился от материальной скверны, получает трансцендентное наслаждение от любого вида взаимоотношений с Кришной. Но люди, не сведующие в трансцендентной науке, к сожалению, не способны по достоинству оценить различные отношения с Верховным Господом. Они думают, что все эти отношения порождены Майей. Автор читания Черита Амриты очень хорошо объяснил развитие отношений с Господом, приведя такое сравнение. Пять стихий – земля, вода, огонь, воздух и эфир – развиваются от более тонких форм к более грубым. В эфире есть только звук, а в воздухе звук – осязаемость. В огне – звук, осязаемость и форма. В воде – звук, осязаемость, форма и вкус. И, наконец, в земле – звук, осязаемость, форма, вкус и запах. Подобно тому, как при переходе от эфира к земле, в каждом элементе добавляются новые свойства. При переходе от одного из пяти видов отношений с Господом к другому появляются все новые свойства преданности. И в супружеской любви присутствуют свойства всех этих пяти видов отношений. Поэтому супружеские отношения с Кришной считаются наивысшими, наивысшим совершенством любви к Богу. В Симас-Бхагаватам Господь Кришна говорит девушкам в Раджа. 10.82.44 Преданное служение мне – жизнь каждого живого существа. Воистину, лишь благодаря своей любви ко мне, вы обрели возможность общаться со мной. Известно, что в отношениях со своими преданными Господь Кришна принимает любое служение и отвечает на него согласно настроению преданного. Если преданный хочет находиться с Кришной в отношениях слуги и господина, Кришна берет на себя роль идеального господина. Для тех, кто хочет, чтобы Кришна был их сыном, Кришна играет роль идеального сына. Если кто-то хочет поклоняться Кришне супружеской любовью, Кришна прекрасно играет роль мужа или любовника. Однако Кришна признал, что высшей ступенью совершенства являются его любовные отношения с девушками в Раджа. Симат Бхагаватам 10.32.22 Кришна сказал Гопе. Дорогие Гопе. «Ваши отношения со мной всецело трансцендентные. И даже за много жизней я не смогу отблагодарить вас за вашу любовь. Отбросив всякую привязанность к материальным наслаждениям, вы искали меня. Я в неоплатном долгу перед вами. Поэтому пусть ваши славные дела и будут для вас наградой». Симат Бхагаватам Сарасвадин Касаем Махарадж пишет, что некоторые люди заявляют, будто все могут поклоняться Всевышнему по-своему. И тем не менее, применяя изобретенные им способы прийти к Верховной Личности Бога. Они утверждают, что приблиться к Верховному Господу можно как с помощью кармической деятельности, так и с помощью философских размышлений, медитации, аскезы. И что любое из этих методов позволяет достичь совершенства. А обычно эти люди используют такой довод. В одно и то же место можно попасть разными путями. Поэтому в Иши Абсолютной Истине можно поклоняться как Богине Кали или Богине Дурги, как Господу Шиви, Ганеши, Рами, Хари или Брами. Короче говоря, они считают, что неважно, как обращаться к Абсолютной Истине, ибо все эти имена суть одна. Они приводят пример человека, у которого несколько имен. Завя его, можно произнести любое из этих имен, и он откликнется. Подобные выдумки могут очень импонировать обывателю, однако они полны неверных представлений о трансцендентной жизни. Тот, кто поклоняется полубогам, побуждаемый к этому материальным вожделениям, не достигнет Верховной Личности Бога. Хотя внешняя энергия Господа может и вознаградить такого человека тем или иными материальными плодами его поклонения. Бхага Вадгити, 7.23, Кришна не поощряет поклонение полубогам. Недалекие люди поклоняются полубогам, но плоды их поклонения ограничены и приходящие. Поклоняющиеся полубогам отправляются на планету полубогов, но те, кто преданно служит мне, в итоге достигают моей высочайшей планеты. Таким образом, Верховный Господь дарует возможность общения с Ним только тем, кто поклоняется Ему, а не тем, кто поклоняется полубогам. Отнюдь не факт, что всякий, кто поклоняется полубогам, придет к Верховной Личности Бога. Ведь полубоги являются частью материального мира. Поэтому достойно удивления, что некоторые воображают, будто, поклоняясь полубогам, они достигнут совершенства. Результаты преданного служения, совершаемого в полном сознании Кришны, несравнимы с результатами поклонения полубогам в мазрительных рассуждениях или кармической деятельности. В результате кармической деятельности человек попадает либо на райские планеты, либо на адские. Мы прочитали с вами запрещенную секретную тему. Здесь секреты выдаются. Следующая тема еще более секретная. Мы ее читать не будем. Какие будут вопросы? По секретным темам секретные вопросы должны быть. С вопросами проблема. Здесь вопрос секретный. Давай. Я знаю, что раньше нашей ученической приветственности какого-нибудь столяка в какой-то момент открывали сварупу своим ученикам. В какой-то момент это прекратилось. А вот вы знаете какие-то, может быть, современные случаи, когда это происходило? Может, вы кому-то открываете? Да. Мы открываем сварупу всем. Третий из этих шаштеки читайте. То, что дал Господь читанию, так Он дал нам сварупу. Ситка сварупа. Трината писанья нечина, та же писанья хишина. Без этого никакой сварупи речи быть не может. Вот это и есть та самая сварупа. Человек принимает этот стих Господь читаний. Он украшает им себя, как ожерельем, помещает его в свое сердце, и тогда Он не открывает сварупа. Это иститка пранали. Аллаханат с вами дал ситка пранали Наратамдастакуру. Дал ему сварупу. Почему? Потому что он обладал полным смирением. Полным смирением. Почитайте, жизнь Наратамдастакуру. Трудно представить вообще такое смирение. В голове не умещается, каким смирением обладал Наратамдастакуру. Поэтому, как только дал ему посвящение, он сказал, что ты кипятишь молоко для Кришны духовной в мире. В форме манджари. Делай это и сейчас. Уже начинает это делать. Продолжает твое служение вечное. Он медитировал на это служение. Он сидел, кипятил молоко и обжигал себя пальцы. Медитация. Он брал эти горшки медитации. И обожженный руки у него были. А вот я думаю, что когда мы создаем счастье, то... Танец, да? Что могущество? Звук или форма танец? Звук это могущество? Хоть она тоже могущество. Что могущество? Да. Танец или звук. Форма, как-то... Именно танец. Старинное счастье. Танец в звуке существует уже? Как бы это неразделимо? В звуке, как говорится, есть тонкие формы. Ну, это танец. В высшем смысле. Раса-танец это... Раса-танец он исходит из флейты Кришны звука. Он есть звуки Кришны. В имени Кришны тоже есть Раса-танец. Звук это непроявленная форма звука. То есть, танец это проявленная форма звука полностью? А все правильная форма звука как-то так. Здесь все материальное творение со звука началось. Все из флейты Кришны исходит. Все творение. Ну, хорошо. То есть мы всегда говорим, что если человек в духовном мире очень осознанном, то он не приходит в этот мир. Он не спускается в реальный мир. Он приходит сюда, чтобы показать нам, что такое преданное свидание? Господь Таня не перешел сам по себе в этот мир. Его позвала двоя точаре. Недостаточно просто материальных причин, чтобы Господь явился сюда. Кто-то должен его позвать лично. Вот тогда он реагирует на желания своих преданных. А так материалисты говорят, что мы тут страдаем, Господь дает денег. Но на это денег сам не приходит. Или еще какие-то желания материальные можете исполнить через кого-то. Как-то так все происходит. В косвенном. Но когда два этой человека позвал, Господь Таня не пришел сам. А, Наратам позвал Господь Таня Махапрабху. Но его рождение он еще звал, его имя называл. Кричал в Киртане, Наратам, Наратам, Наратам. Никто не мог понять, кого он зовет. Не было таких преданных Наратам. Кто-то спросил его, кого-то зовешь. Махапрабху кто это? Кто такой Наратам? Мы не знаем его. Он сказал, что он придет позже, после меня. Но продолжит движение с Анкиртане. Это будет Наратам. И если Господь Таня ушел от разлуки с Кришной, то Наратам ушел от разлуки с преданными и Господом Таня. Оставил тело от разлуки с преданными. Джианила Приматана. Оставил тело от разлуки с Кришной, 14-й клавы. Упоминается, что... Упоминается, что... Упоминается, что гоны материальные природы, они между собой соперничают за... За господство, за живое вещество. За конкретной гоной стоит личность. Да. Есть элицетаренные годы природы. Хочешь по ней как устроена материальная природа? Департамент, то есть, например... Например, Вишна, как я понимаю, Вишна отвечает за гону блага. Брат, он отвечает за гону страсти. Ваши шипы отвечает за гону невежества. Таким образом, каждый взгон, это, можно сказать, департамент, влагость, и там есть подчиненные свои. Каждый взгон. Вопрос. Вопрос. При соперничестве между гонами, как проявляется это соперничество? Как они выражаются? Суть в том, что эти гоны непосредственно не связаны с теми, кто их контролирует. То есть, Господь Вишну поддерживает гону благости, но он не связан с гоной благости. Господь Шипа поддерживает гону невежества, но он не связан с гоной невежества. И Брама также не связан с гоной страсти. Есть непосредственно, кто связан с этим, это сами гоны, холестеренные. И ноги-то под управлением этих трех ржестеленных. Но, с другой стороны, на самом деле, есть только одна гона в этом мире. Гона невежества. Отсюда эта странность возникает, что любая гона стремится господствовать. Это невежество качества. То есть, стремление господствовать, это гона невежества. Это присуще любой гоне. Если какая-то гона преобладает, она подавляет остальные. Это тамос. То есть, если одна гона, это, говоря строго философские, которая действует согласно месту, время обстоятельства по-разному. С этой точки зрения господства нет, она одна. Но материально и так будет выглядеть, трансформируется в господство. Поэтому все хотят господствовать в гоне благости, или в гоне страсти, или в гоне нежности. Все хотят господствовать. Хотя гона одна, они не знают об этом. Понял, что да? Понятно. Это непонятная тема все равно. Устройство мира невозможно понять так просто. Никто не знает. Даже Брама не знает толком, как устроен этот мир. Что-то он знает, конечно, он творит. Но поддерживать он его не может. Поддержать не может, что сделал. Я все еще думаю насчет этой темы, что все произвращено, я никак не могу не переспокоиться и понять. Вот, допустим, я могу стать и оскорбителем, и чистой преданной. Или у меня нет такого выбора вообще? У тебя нет выбора, только как стать чистой преданной. Если ты выбрал этот путь, какой у тебя еще выбор? Если ты не выбрал еще этот путь, тогда у тебя есть выбор. Если ты выбрал, у тебя уже нет выбора. А как происходит это? Не знаю. Это каждый сам выбирает. Просто внутри как решимость? В какой-то момент? Или это постоянно происходит? Если что-то непонятно сейчас из Писаний и из слов духовного учителя, нужно время, значит. Это невозможно под давлением понять. раньше времени. Ребенку 5 лет. А он говорит, ну я до сих пор не могу понять, что такое супружеские отношения. Ну же я объясняли, объясняли, но я так и не понимаю ничего. И он продавливает, начинает эту тему. Сейчас он занялся тем, что сейчас важно для нас, полезно для нас. Не лоббируй, не продавливай какую-то тему. Я не понимаю, я не понимаю, я не понимаю. Но это не путь. Что-то ты понимаешь, уже можешь делать. Вот это путь. Как ты можешь понять все, сразу что ты хочешь? Я тоже какие-то вещи не понимаю. Мне это не беспокоит. Кришна знает. Могуру Махарадзе знает, Павпадзе знает. Почему я должен все понимать? Есть такая категория настойчивых преданных. Я не понимаю, как душа упала с духовного мира материала. Они вечно, они больше ничего не могут понять вообще. С ума сходят. И другие сходят с ума. Это не наш метод. Какие-то вещи мы должны принимать и научиться тоже. А как без смирения? Что нужно принять, потому что гуру Парампара, говорят авторитеты, Писания подтверждают. Я не понимаю. Ну и что, что не понимаешь? Я тоже не понимаю, когда даю ответы. Ничего. Но я даю ответы согласно шастам, Туру Парампара. А что, я их понимаю, что я их тоже не понимаю. Что-то проблема. Я Кришну не понимаю, допустим. А кто его понимает? А я хочу понять Кришну, понимаете, все равно. Он говорит, он непостижим, все, забудь про это. Как так несправедливо? У людей свои понятия могут быть вообще. Жизнь, концепции, позиции. Но у нас же позиция госвами. Мы контролируем ум и чувства. И первое, качество, это необходимо смирение. Трината бессонечна. Мы культивируем это качество сознательно. Это и есть выбор. И почему я делаю тот или иной выбор и должен себя спросить? Никого-то еще. Если ученик делает какой-то выбор или человек и не хочет менять его, никто не поможет. Ни Кришна, ни Гуру, ни Парампара, ни Пицания, никто. Поймите, что сила своего выбора самая могущественная в этом мире. Это нам дано право от Бога каждому. Именно поэтому и в материальном мире именно поэтому мы вот делаем то или другое или третье. Потому что мы так или иначе это выбираем. И нет такой силы, чтобы это остановить. Можно выбрать обиды, можно выбрать такой путь, можно выбрать потом месть, можно потом выбрать насилие. Как люди это? Это происходит. Все это так, шаг за шагом, это выбор человека. А можно выбрать смирение, прощение. Вот сейчас ты говорят так, а вот вожделение говорит так, моя обусловленная природа, мой выбор. Потому что я уже выбрал это все. Я уже выбрал материальный мир. Вот еще моя проблема. Я уже здесь нахожусь, я уже сделал выбор раньше. Я еще не выбрал Кришну и духовный мир. В полной смысле слова. А что, если Кришна наградит большими знаниями, скажем? Я буду продолжать преданное служение? А может, мне хватит этого будет? Я выйду из игры, и все. Это тоже выбор. это мир мошенников. Это же материальная природа. Все тут упрекают друг друга, кого угодно, Бога, все, 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 все мошенники. Ищут какие-то причины. Но кто делает выбор? с того нужно спрашивать. Поэтому не настаивай слишком на этих вопросах. Это не поможет тебе. Поможет смирение. Предание. Через предание ты можешь получить ответ совершенно с другой стороны. Ответ без любви не принесет пользы. Если вопрос не смиренный, не может быть ответа с любовью. Нет ответа. ответа. Спасибо. понимать и при этом решение отсутствие желания мы идем путем самоосознания иначе смирение не нужно смирение тогда слабостью будет или потеря разума отказ от разума собственно это не смирение смирение это качество для самоосознания дается тогда это качество знали называть иначе это в невежестве вы смиренно тупой просто за него все решают он просто тупо принимается нет это не самосознание тогда начинается уже процесс познания как таковой магнитит описываться и так далее все это описывается философский кайф что знание пис начинается чем заканчивается философский поиск абсолютной истины это цель и дарит конечно эта цель а с чего начинается рассмотрение нужно знать цель и начать осмотрение если у нас есть смирение но нет цели какой толк или наоборот поэтому главное что предан выбор это познание себя сама-то самопознание и познание своих отношений скажите самбо это первый первый шаг правильный шаг но вот кто-то хочет без бога это понять просто как принцип ничего не откроется это не открывается без бога без интереса кришне мы вообще ничего не поймем бог для нас будет некой помехой просто нашей жизни контролирующим факторами все от которого принципе я хочу освободиться как от родителей когда я вырастаю точно так же будет так многие верующие любят бог где-то там в храме и хватит достаточно здесь моя личная жизнь а что на самом деле любит он не нужен помогать моим материальным существовать устраивает жизнь чувствуется в материальном мире как и понимание бога бог не завидует также может отличать соответствии с их желаниями но лично он к этим людям не является через законы кармы через тхарму через правила предписаний через суровые законы пройдут через смерти пройдут третьим они очистятся от этих ложных престоле не боги это есть материальный мир только тогда если он такой милости зачем он создал вообще этот материальный мир и продолжает его упрекать продолжали они не пытаются понять себя и отношения пытаются мы тебя не но мы хотим твои богатства твою красоту твои знания а тебя мы не хотим почему-то если на такой мир не нравится ваш дом одна только проблему здесь место на твои материальный мир а вот это где он вообще есть бог тут такое творится чем правильно со смирением признаем высшую власть и выше разум он не глуп он не жесток но он учитель он верховный уноситель души они делали тело будет обучать родители вот садись на горшок хватит пеленки они будут учить тело кришне не будет этим заниматься нас на горшок водить не будет а какой же тогда он учить и есть не будут учить правой рукой это делают другие его энергии но в духовном мире кто-то учит его есть правой рукой и что-то не ходить на горшок мы глубоко в материи не забывайте об этом разных путей в сознании кришне ну можно так сказать разные пути здесь если все это понять можно правильно этот вопрос можно по-разному трактовать то есть разных путей с точки зрения не существует то что шахты говорится только святое имя только святое имя только святыми кришне нет другого пути не другого пути не друг там даже не говорится имя кришне просто имя бога в широком смысле но господь читай не сказал что особенно потому что это могущественный самое могущественное рекомендуется хари кришне как скорейший метод освобождение души но пропадает любое имя бога трансфернерный это единственный путь в этом смысле но поскольку мы индивидуальности у нас есть своя природа у нас тоже есть свой индивидуальный подход к этому к воспеванию и то как мы это будем делать и как воспевать и наше настроение наши мотивы и наши формы распространения могут отличаться называется единство разнообразие поэтому здесь это делает уже сама материальная природа который мы обладаем естественно это происходит как вот есть циклы ну природа же работает сама по себе естественно вот так же наша природа будет естественно работать если мы себя с ней не отождествляем не используем для каких-то чувственных наслаждений и прочее она сама она сама действует бхага водите говорит кришна что подавлять природу нехорошо она должна но она должна быть очищена устремить эту природу занять нужно в служении кришне и тогда она позитивно полезна ум также становится другом чувства помогают нам ощущать верховного господа чувство текста преданного служения это все материальная природа то она может быть одухотворена преданным служением и у каждого преданного есть свое индивидуальное настроение свой индивидуальный подход внутренний к практике к кришне к его форме к его качествам к его словам бхагавадгити все это в позитивном духе а камса допустим он ненавидел кришне это же сознание кришна думал о нем постоянно но пропады рекомендует бхактик не рекомендовано такое настроение негативное ведь разные пути есть демоны идут путем вот конфликта тоже приходит кришне к его персональному аспекту к освобождению путан достигла положение матери говорится но это не рекомендовано но в общих чертах так можно сказать свой путь помню пример когда человек в незнакомом городе заблудил и можно своим путем выбраться этот западник ну как спонтанно если это скажем такой город как москва то вероятности будет меньше 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 это такой мегаполис большой может если в деревне можно сориентироваться там пару часов потратить и найти что-то но пример город и материальный материальный мир это запутанный лабиринт очень сложная система и вот он попал в этот город заблудился но есть телефон так есть хари кришна мантра получил и он звонит а там друг я собственно тебе ты собирался только заблудился не подскажешь как выбраться отсюда ты где покажи скажи место он смотрит улица название такая хари рама номер дом такой-то тут напротив церковь объясняет координаты и голос говорит я знаю навигатор не забивает все путь проложен вперед сейчас сто метров потом направо и тут вы говорите погодите мы слишком безапелляционны почему так командуете вообще а я хочу своим путем почему именно 100 метров мне хочется 150 против этой улице и направо тут вернуть а мне место нравится налево больше так ты куда вообще собрался гулять по городу ли достичь цели то есть каком-то смысле будет четко четко определен в каком-то смысле а вот как мы пройдем в каком качестве в экстазе или с конфликтами или как-то еще от нас зависит как в каком качестве до пройдет дорога одна богу вверх над гунами природы вверх в обезонтали не получится внутрь материи не получится то есть только сознание может подниматься вверх ничто другое даже ум не может подняться вверх его все равно земное притяжение вернет назад ни чувства ни ум ни тела не могут по вертикали продвигаться только сознание сознание конечно обрести сознание бога нужно точно знать как двигаться именно в этом направлении если у нас такое желание выйти из лабирита достичь цели мы любое наставление будем считать милостью огромной помощью спасибо дано это была дорога трудная но она только такая у тебя была ты же был в том месте верно если ты был в другом месте была бы дорога легче это был еще ближе вообще два шага но ты был почти на крайне города прошел через трущобы через странных людей через опасные какие-то вещи тебе пришлось ночевать иногда в подвале где-то скрываться на этом пути да но потому что ты был в том месте у тебя была такая дорога а кто-то по-другому кто-то быстрее это дело что он в другом месте находился в это время такие примеры могут как прояснить что вы хоть и в одной комнате находится по-разному условленные видите у нас различные судьбы очень очень разные судьбы даже не знаю нас связывает только сознание кришна по сути дела то что судьба она цвета потом разбросает в сторону всегда так любой человек это океан говорится где бушующий океан где соломинки встречаются надо какое-то время вместе плавает потом волна разбивает их снова никто вместе на вечно не станет это судьба хотелось бы поделиться чтобы вспомнилась контексте сомнения городов и в том что однажды мне удалось послушать что деревню построил кришна а город построит кто-то построил всю эту вселенную нам на счастье для исполнение всех наших желаний это милость господа брамы он на самом деле такой милостивый для всех видов жизни создает условия которые необходимы брама единственные во вселенной кто умеет прощать все это может творить вселенной эфиры хорошо ваша Продолжение следует...